По результатам первых трех игр в первенстве Текстильщик прочно укрепился в лидерах турнирной таблицы. Возможность улучшить или ухудшить свое положение Ивановцин выпала в субботу. Текстильщик принимал на своем поле футбольный клуб Тосна из Ленинградской области. С самого начала матча гости не давали расслабиться новоиспеченным лидерам зоны. Первая половина встречи обошлась без обилия острых моментов. Команды вели позиционную борьбу. Хозяева владели инициативой, но приблизиться к воротам соперника на ударную позицию не могли. В первом тайме счет так и не был открыт. Вторая половина игры была чуть стремительней. Центральным моментом встречи стал пенальти, назначенный в ворота гостей. После нереализованного пенальти инициативу в свои руки забрали соперники. До конца поединка Тосинцы атаковали в ворота Андрея Романова. Но, к счастью, это им так и не удалось. Игра завершилась сухой ничьей. Вся игра была под таким давлением соперника. И у нас моменты были. Ну, ровная игра была. Конечно, у нас и шансы были, и 11-метровые не забили. Но ничего страшного. Футбол – это такая игра непредсказуемая. Тем она интересная. Думаю, ничего страшного не произошло. Двигаемся дальше. Одно очко – это тоже очко. Тренер гостей назвал исход матча закономерным. Силы команд оказались равны. Я считаю, закономерная ничья. Борщ, ничего такого. Хочу вашу команду подрать. Очень хорошая. Немножко преобразилась. Немножко начала в другой футбол играть. При этом очень такая симпатичная. И, я думаю, с большим будущим команда ваша. По словам Дмитрия Парфенова, ничья с Тосна – первый звоночек. Из нее необходимо сделать определенные выводы. В турнирной таблице текстильщик остался на первом месте. И даже улучшил свое положение. Теперь его отрыв от ближайшего преследователя знамени труда составляет три очка. Следующий матч ивановцы проведут в рамках 1-128 финала Кубка страны против Костромского «Динамо». Встреча состоится 31 июля в 18.30 на стадионе «Текстильщик». Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иваново.